Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейн. Добро пожаловать на программу «Иисус Целитель». Мы так рады, что вы с нами сегодня. Мы собрались с друзьями в домашней обстановке, чтобы изучать исцеление, произошедшее во время земного служения Иисуса. Мы назвали это «Школа исцеления». Пожалуйста, возьмите свою Библию, ручку и бумагу, ведите записи, учитесь вместе с нами и ожидайте что-то от этого служения. И слушая это учение об исцелении, если вы нуждаетесь в исцелении, вы можете получить его сегодня прямо там, где вы есть. Вы можете высвободить свою веру. Это не просто проповеди, это жизнь. И вы можете получить то, в чем вы нуждаетесь. Так что мы приглашаем вас присоединиться к нам и следить по своей Библии. Откроем Марка 5, 22. И вот приходит один из начальников синагоги по имени Иаир, и, увидев его, падает к ногам его, и усильно просит его, говоря, «Дочь моя при смерти, приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива». Иисус пошел с ним. За ним следовало множество народа и теснили его. Одна женщина, которая страдала кровотечением 12 лет, много потерпела от многих врачей и истощила все, что было у ней, и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние, «Услышав об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде Его, ибо говорила, «Если хотя к одежде Его прикоснусь, то выздоровею, и тотчас иссяк у ней источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни». В то же время Иисус, почувствовав сам в себе, что вышла из Него сила, обратился в народе и сказал, «Кто прикоснулся к моей одежде?» Ученики сказали ему, «Ты видишь, что народ теснит тебя, и говоришь, кто прикоснулся ко мне?» Но он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это. Женщина в страхе и трепете, зная, что с нею произошло, подошла, пала пред Ним и сказала Ему всю истину. Он же сказал ей, «Черь, вера твоя спасла тебя, иди в мире, и будь здорова от болезни твоей». Я хочу уделить время тому, чтобы разобрать эти стихи строчку за строчкой. Делая то, что делали эти люди, мы получим то, что они получили. Итак, вернемся к 25 стиху и начнем изучать. Одна женщина, которая страдала кровотечением 12 лет. Посреди чуда воскрешения дочери Иаира происходит еще одно чудо. Эта женщина страдала 12 лет. Согласно еврейскому закону, любому человеку с кровотечением не позволено было находиться в обществе. Нарушение этого закона могло привести к побитию камнями. Начальник синагоги Иаир только что сказал Иисусу о состоянии своей дочери. И будучи начальником синагоги, Иаир был одним из тех, кто мог приговорить эту женщину к смерти за выход в общество. Ей было страшно рассказать свое свидетельство не потому, что она испугалась Иисуса, а потому что она знала, что не должна была находиться в обществе. И начальник синагоги мог вынести ей приговор. Вы понимаете, почему она не хотела свидетельствовать в присутствии Иаира, начальника синагоги? Итак, она подвергла себя опасности, чтобы получить чудо. Она подвергла себя опасности. Ей пришлось пренебречь тем, что говорили люди. чтобы прийти к Иисусу, чтобы просто оказаться рядом с Ним. 26 стих. «Много потерпела от многих врачей, истощила все, что было у ней, и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние». Итак, мы видим, что хотя она болела уже 12 лет, она не переставала искать помощи. Скажем так, она отказалась привыкать к болезни. Она постоянно сопротивлялась ей. Многие люди просто соглашаются со своим состоянием. Они просто соглашаются с тем, что что-то не так, как надо. И легче согласиться с этим, чем противостоять этому. Именно это мне так нравится в этой женщине. Она отказалась мириться с болезнью. «Как бы долго у вас не было заболевания, противостаньте ему». Противостаньте ему. Писание говорит, что она побывала у многих врачей. А мы понимаем, что чтобы побывать у многих врачей, нужно иметь много денег. Так? Они не занимались лечением по доброте душевной. У нее были деньги. И она обращалась ко многим врачам. Но в какой-то момент у нее закончились деньги. И так сказано, много потерпела от многих врачей и истощила все, что было у ней. Возможно, у нее ушло 12 лет, чтобы растратить все деньги. Болезнь — это вор. Она обворовывает каждую сферу жизни. Она обворовывает семью, ворует финансы, крадет мир, крадет силу, крадет здоровье, что доказывает, что она не от Бога. Потому что Иисус сказал, что все, что убивает, крадет и губит, приходит от врага. Итак, она много потерпела от многих врачей. Поймите правильно. Врачи не враги. Проблема была не в том, что она обращалась к врачам. Дьявол обворовывал ее через эту болезнь. Врачи пытались ей помочь. То есть они также были против болезни. И я ценю, что врачи против болезни. Так? Но бывает, приходит такая нужда, в которой никто не может помочь. Даже множество врачей. Итак, никакое лечение не помогало. Она лишь страдала, и ей становилось хуже. Можете представить, какие методы лечения на ней испробовали за 12 лет. 27 стих. «Услышав об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде Его». Написано, что она услышала об Иисусе. Должно быть, она услышала, что Он целитель. Она выбрала поверить в то, что она услышала. На каждом служении есть люди, которые верят в то, что говорит проповедник, и те, которые не верят. Всегда будьте тем, кто верит в Слово. Всегда будьте тем, кто верит в Слово. Она слышала свидетельство. Она не видела Иисуса. Сказано, что она слышала о Нем. Важно, что вы слышите. Важно, что вы слышите. И важно, выберите ли вы поверить в то, что вы слышите. Потому что иногда, слыша свидетельства, люди говорят, «Ну, я в это не верю. Я не верю, что Он исцелился от этой болезни. Я даже не верю, что Он был болен». Есть такие люди. Но мы видим, что эта женщина была готова поверить. Она была скора на то, чтобы поверить. Это необходимое качество в жизни веры. Быть скорым на то, чтобы поверить. Чтобы Богу не приходилось работать и работать и работать над вами, чтобы убедить вас поверить. Но чтобы, видя Слово, вы были скоры на то, чтобы поверить. Не были наивными, быстро верящими во что угодно, но быстро верили в Слово. Важно, во что вы выбираете верить. Заметьте, она легко могла сказать, «Я возлагала свои надежды на многих врачей, и ничего не изменилось. Почему в этот раз будет иначе?» У нее мог быть очень пессимистичный подход из-за прошлого. Не позвольте прошлому заставить вас сомневаться. Аминь. Из-за прошлых поражений не решайте, что у вас не может быть побед. Итак, услышав об Иисусе, она что-то сделала. Она начала действовать. Она разыскала Его. Теперь подумайте, что такое истекать кровью 12 лет. Осмелюсь сказать, что у нее едва остались силы. С ее стороны потребовались огромные усилия и труд, чтобы просто пойти и найти Иисуса. Она могла легко остаться дома и сказать, «Бог, если ты хочешь, чтобы я исцелилась, я просто верю, что ты что-то сделаешь для меня». Нет, так это не работает. Когда вы чего-то хотите, вам нужно это инициировать, искать это. 90% того, что вы получаете от Бога, инициировано вами, а не Богом. Бог знал, что ей нужно было исцеление, поэтому Он позволил ей что-то услышать. Он хотел, чтобы она услышала, но, услышав, уже ей нужно было что-то сделать с тем, что она услышала. Услышав, она не просто сказала, «О, я рада за них» или «Я много чудесного слышала об Иисусе». Нет, она встала и сказала, «Мне нужно мое чудо, мне нужно мое чудо». И, несмотря на слабость, Вера вышла из дома. Вера встает с кровати, одевается, выходит из дома. Если же вы будете леять свою плоть, она оставит вас в кровати, она оставит вас дома. Плоть не даст вам одеться и вернуться к жизни, когда вы нехорошо себя чувствуете. Но эта женщина переступила все, что она чувствовала, всю слабость, которую она ощущала, все страдания, которые она перенесла. И не только страдания от потери крови, как насчет страданий, которые она перенесла из-за лечения. Мы не знаем, какую боль причинило ей лечение. Она переступила через все это. Так ведет себя Вера. Вера не сдается. Вера не сдается. Она не покоряется тому, что на нее давит. Женщина встала и переступила через все, что хотелось ее телу. Ее телу хотелось лечь и просто не напрягаться. Но она встала и переступила через это. Чтобы получить то, что у Бога есть для вас, нельзя просто делать то, что удобно. Придется делать то, что неудобно. она пошла на неудобства, потому что то, во что она верила, было больше того, что она чувствовала. Она верила, что для нее есть чудо. Она верила, что ее тело может быть здоровым. И то, во что она верила, было больше того, что она чувствовала. Поэтому она не прекращала идти против того, что чувствовала, чтобы взять то, во что верила. Итак, ее чудо началось в первую очередь с того, что она выбрала верить. Ваше чудо начнется с того, что вы выберете верить. Когда нет надежды и кажется, что ничего невозможно изменить, а вы все равно выбираете верить. Именно так она и поступила. Она выбрала верить. И затем совершила чисто физические действия. Выбор поверить был действием ее сердца. Но следующие несколько шагов, которые она предприняла на пути к чуду, были физическими действиями. Она встала с постели. Это не был духовный акт. Это было физическое действие. Она оделась. Это еще одно физическое действие. Она вышла из дома. Возможно, для вас выйти из дома мелочь, но она рисковала жизнью, потому что ей нельзя было находиться в обществе. Следующее, что она сделала, совершенно физическое, не духовное. Она разыскала Иисуса. Неизвестно, сколько ей пришлось пройти, прежде чем она его нашла. Смею предположить, что он не просто проходил возле ее дверей. Может, он был на другом конце города, а может, и в другом регионе. Она опустилась в путь. Она сделала все, что потребовалось, потому что она во что-то верила. Вера во что-то заставит вас сделать то, чего не делают другие. Наверняка было много нуждавшихся в чуде людей, которые не вышли из своего дома, не отправились на поиски Иисуса, не разыскали Его. А она пошла искать. Необыкновенная женщина. Ее пример будоражит. Найдя Иисуса, она обнаружила, что Его окружает толпа. Исследователи, писавшие комментарии к Библии, объясняют, что когда Писание говорит, что Его окружали толпы или множество людей, это означает не меньше десяти тысяч. Итак, найдя Его, она нашла еще десять тысяч человек. Что это значит? Ее шанс добраться до Него был ничтожно мал. Но она зашла так далеко не для того, чтобы остаться на задворках, на заднем ряду. Что она сделала? Она пробилась сквозь толпу. Она пробралась сквозь все это множество, проталкиваясь и стараясь оказаться ближе к Иисусу. Когда у вас есть вера, вы не пытаетесь, придя в церковь, спрятаться где-нибудь на заднем ряду. Вы идете на первый ряд, идете, насколько возможно, ближе к Мужу Божьему, к помазанию. Будьте захвачены, будьте увлечены. Нет, впереди не хватит места всем. Но, по крайней мере, попытайтесь найти свое. Я никогда, приходя в церковь, не усаживалась на заднем ряду, если были свободные места поближе. Вера не довольствуется внешним периметром. Вера хочет быть прямо посреди, прямо впереди, чтобы видеть, что делает Бог. И эта женщина не довольствовалась задними рядами толпы. Она пробивалась, чтобы добраться до Него. Обратите внимание на все физические шаги, которые она предприняла, чтобы воплотить ту веру, что была у нее в сердце. Бывает, необходимо предпринять не только духовные шаги, но и физические. Сколько людей тратили огромные деньги, чтобы добраться туда, где Муж Божий смог бы возложить на них руки. Мы с мужем тратили крупные суммы, чтобы ездить к своему духовному отцу. Почему? Мы не делали то, что удобно. Мы следовали за своей жаждой. Вера не пытается сэкономить деньги, сидя дома. Вера тратит деньги, чтобы попасть туда, где Бог благословляет людей. Чтобы попасть туда, где вы можете получить что-то от Бога. Женщина потратила остаток своих сил, чтобы добраться туда, где был Иисус. Зачем? Чтобы получить свое чудо. Вера этой женщины – пример для нас. Итак, придя туда, она обнаружила толпу и пробилась сквозь множество народов. Обратите внимание, недостаточно было просто найти его. У нее на пути оказалось 10 тысяч препятствий. Тысячи человек теснили его. У них у всех были свои нужды. И ей нужно было сильнее, чем кому-либо другому хотеть получить свой ответ. Вы знаете Орла Робертса. У него было чудесное служение исцеления в 40-х, 50-х и даже до конца 70-х годов. Он был лидером в теле Христа. И он сказал, каждый день чудеса либо идут к вам, либо идут мимо вас. Что это значит? Божья сила доступна нам каждый день. Каждый день его сила доступна. Что мы будем с этим делать? Будем лежать в кровати, останемся дома. Эта женщина, услышав свидетельство о том, что делал Иисус, решила, «Мое чудо не пройдет мимо меня сегодня». 12 лет она не видела чуда. И она сказала, «Мне нужно что-то сделать». Если вы хотите сегодня получить чудо, вам нужно сделать что-то по-другому, чем вчера. Встаньте и сделайте что-то. Она предприняла все эти физические шаги. Идите туда, где сила Божья сможет вас достичь. Аминь. Идите в церковь, слушайте Слово. Сами питайтесь Словом. Возьмите Библию, питайтесь Словом. Вы освобождаете свою веру. Вы прямо у себя дома можете взять Библию и получить силу Божью, просто читая и веря в то, что в ней написано. Делайте что-то с силой чудес, которое доступно вам каждый день. Аминь. Не просто сидите и ждите, пока Бог что-то свалит на вас. Он уже что-то на вас свалил. Возьмите и сделайте что-то с этим. Аминь. Мой муж часто говорил, вера сделает все, что потребуется, во что бы то ни стало. Женщина не просто сидела дома. Она сделала все возможное, чтобы попасть туда, где она сможет получить необходимое ей чудо. Когда вам необходимо чудо, нужно совершить определенные действия. Она совершила физические действия, физические шаги в сторону чуда. Вы спросите, пастор Нэнси, какие это могут быть шаги, что я могу сделать? Ну, идите в церковь, не пропускайте церковные собрания. Или позаботьтесь о том, чтобы найти церковь, которая проповедует Слово, проповедует исцеление, проповедует чудеса. Делайте что-то, не позвольте всему просто проходить мимо вас. Возьмите Библию, верьте в нее, читайте ее, поступайте по ней, выполняйте ее. Аминь. Женщина коснулась его одежды. Видимо, она что-то слышала. Она пробивалась сквозь толпу и, пробираясь, говорила, «Мне бы только прикоснуться к его одежде». Раз она коснулась его одежды, наверное, она что-то слышала о его одежде. Помните, написано, что она слышала об Иисусе. Если бы она слышала, что Иисус возлагает руки на людей, она бы подумала, «Мне нужно, чтобы он возложил на меня руки». Но поскольку она думала, «Мне бы только прикоснуться к его одежде», она, видимо, что-то слышала о его одежде. Может, кто-то коснулся его одежды и сказал, «Я коснулся его одежды и исцелился, просто коснувшись одежды». Понимаете? Видимо, она что-то такое услышала, потому что она так поступила. Аминь. Вы скажете, «Как прикосновение к одежде могло исцелить ее тело?» Ну, следует понимать, что сила Божья – это субстанция. Божье помазание – это субстанция. Это духовная субстанция, невидимая глазу, но ее воздействие видно. И Иисус был помазан этой силой. Вы спросите, когда он был помазан? Помните, когда он пришел к реке Иордан, и Иоанн Креститель крестил его и увидел, как голубь, представлявший Духа Святого, сошел на него. Помазание сошло на него. Тогда на него сошло помазание для служения. И помазание, которое было на нем, пропитало его одежду. Его одежда стала вместилищем, хранящим помазание, которое было на нем. И когда женщина коснулась одежды, сила, хранившаяся в ткани, передалась женщине. Почему? Потому что ее вера востребовала ее. Ее вера приняла ее. Аминь. Итак, помазание Божье, бывшее на нем, пропитало его и его одежду. И прикоснувшись к одежде, она его получила. Есть ли место Писания, говорящие об этом? Деяние, 19 глава, 11 и 12 стихи. Здесь речь идет о служении Павла. Бог же творил особые чудеса руками Павла. Что же это были за особые чудеса? В 12 стихе сказано. Так что на больных возлагали платки. Что это? Ткань. И опоясание с тела его. Что это? Ткань. И у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них. То есть, пока Павел служил, был под помазанием, какие-то ткани, платки и тому подобное соприкасались с его телом, и помазание входило в них. Как же добр Господь, что Он позволил людям, которые не могут добраться туда, где находится муж Божий, все равно получить от него помазание посредством материи. Люди приносят нам материю, мы возлагаем на нее руки, и осязаемое помазание входит в нее, и эта материя становится чем-то вроде аккумулятора. Сила входит в материю, ее отправляют или приносят кому-то больному, человек возлагает ее на свое тело, и если он верит тому, что сказано в 19 главе Деяний, что сила может храниться в ткани, эта сила исцеляет его. Почему? Потому что помазание разрушает ермо. Если человек в это верит, то исцеляющая сила оставляет ткань, входит в его тело и исцеляет его, даже хотя он не смог присутствовать там, где был человек Божий. Бог настолько хочет, чтобы люди были исцелены, что Он отправляет им материю. Просто возьмите какую-то материю, которой прикоснулся муж Божий. Так и произошло. Иисус был одет в материю, которой она прикоснулась. Она к ней прикоснулась. Почему? Наверняка она что-то слышала о том, что есть сила даже в его одежде. Аминь. Итак, мы видим, что исцеляющая сила Божья может передаваться. Так? 28 стих. «Ибо говорила, если хотя к одежде его прикоснусь, то выздоровею». Заметьте, сказано, что она говорила, если хотя к одежде его прикоснусь. Отсюда видно, что она слышала что-то о его одежде. Если бы вы слышали только о том, что Иисус исцеляет людей, вам бы не пришло в голову касаться его одежды. Вы бы думали, «Мне нужно добраться до него». Так что, очевидно, это был не единственный случай, когда кто-то коснулся его одежды и что-то получил. Но обратите внимание на 28 стих в расширенном переводе. Она постоянно говорила. Она не просто сказала это один раз. Она не переставала говорить. Почему она постоянно говорила? «Я вам гарантирую, что к ней приходили мысли. Почему ты не в кровати? Зачем ты рискуешь жизнью? И вместо того, чтобы поддаться мыслям, почему бы тебе просто не вернуться домой? Ты не сможешь найти его. Смотри, сколько народу ты до него не доберешься». Она продолжала говорить. Пред лицом всех аргументов, причин и возможностей вернуться домой и сдаться, она продолжала говорить. Она постоянно говорила. «Если хотя к одежде его прикоснусь, то выздоровею». «Я выздоровею». Итак, эта женщина исповедовала свою веру. Она говорила то, во что верила. Не просто один раз. Она постоянно говорила это. Постоянно говорила. Кто-то скажет, «Пастор, на меня возлагали руки. Мой пастор возлагал на меня руки. Разные верующие возлагали на меня руки». Но ничего не изменилось. Но не сдавайтесь. Продолжайте говорить то, во что вы верите. Именно так она и делала. Она не просто сказала это однажды. Ее слова помогали ей продолжать идти. Ее слова помогали ей продолжать верить. Ее слова помогали ей преодолевать препятствия. Почему? Потому что в Марка 11, 23 Иисус говорит, «Будет ему, что не скажет». Так что она продолжала говорить это. Аминь. Перед тем, как молиться за людей, вышедших на молитву за исцеление, я прошу их что-то сказать. Потому что что вы скажете, то вы и получите. Если вы ничего не скажете, вы ничего не получите. Но если вы скажете, «Я верю в силу Божью. Я верю, что когда эта сила войдет в мое тело, она прогонит боль, симптомы, болезни и немощи». Я говорю это о вас прямо сейчас. Сила присутствует прямо там у вас. Высвободите свою веру и скажите со мной. Я верю в силу Божью. Я верю, что она прогоняет боль и симптомы, болезни и немощи. И я здоров прямо сейчас во имя Иисуса. И я продолжу это говорить, потому что я в это верю. Аллилуйя. Аллилуйя. Мы надеемся, вам понравилась сегодняшняя программа. Посетите наш сайт dufrainministries.org, чтобы узнать о ближайших собраниях, поделиться своим свидетельством или обратиться с молитвенной просьбой. Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейн.